всем привет с вами снова проект за порогом сегодня у меня очередное одиночное путешествие к сожалению наш оператор сергей моев не смог участвовать в этой поездке поэтому буду выкручиваться как-то сам прошу прощения за может быть не всегда корректную картинку и сегодня наш маршрут начинается в республике бурятия мы приехали в город улан-удэ и сейчас вот находимся на территории волгинского датсана организаторы приготовили для нас много чего интересного обо всем этом узнаете из нашей передачи поехали в эту поездку я попал по приглашению руководителя башкирского отделения российского союза туриндустрии и федерации развития туризма республики башкортостан дмитрия тухватова и был единственным представителем нашего региона остальные участники съехались со всей россии от калининграда до дальнего востока с первого взгляда было заметно что компания веселая и общительная а значит поездка будет не скучной хоть и начали мы ее с места не очень располагающего к веселью и волгинский датсан это буддийский монастырь который находится совсем недалеко от столицы республики бурятия города улан-удэ среди других буддийских храмов он занимает особое положение потому что является местом упокоения нетленного тела хамбу ламы и тегелова история это почти мистическая на грани реальности и фантастики и я не стал бы сильно погружаться в ее детали хоть это и безумно интересно на эту тему написаны десятки если не сотни статей и книг и подробную информацию можно найти в открытом доступе к тому же в храме-дворце хамбу ламы категорически запрещена фото и видеосъемка и показать нетленное тело не получится зато его может увидеть любой посетитель датсана это пожалуй первый но далеко не единственный повод приехать бурятию следующим поводом стало посещение села где живут старообрядцы и тут уж нашлось место веселью да еще какому девушка мне знамый человек пришел девушка мне знамый человек я знаю а я знаю а во многих регионах сибири можно встретить старообрядцев и в бурятии в этом отношении не исключение нас вот пригласили в гости в прекрасную старообрядческую семью все очень колоритно но на самом деле кажется для туристов здесь никто не живет в этом доме вот но обычно я всегда бываю за рулем и не могу себе позволить вот такого удовольствия как пропустить рюмочку а вот сегодня пожалуй сделаю это за знакомство за встречу за ваш прекрасный дом хороша чтобы не задеть ничьих чувств не буду досконально разбираться в чем разница между староверами и старообрядцами и если вообще эта разница тем более что я небольшой специалист в этой области да и поездка наша по своей сути далека от научной экспедиции люди к которым мы приехали в гости называют себя семейскими это русскоговорящие потомки высланных правительством российской империи в забайкалье еще в 18 веке при разделе речи посполитой то есть территории современной белоруссии поэтому они имеют характерный говор больше напоминающий речь жителей восточной европы а не южной сибири надо было заселять уже эти огромные территории которые принадлежали российской империи здесь продажили люди так много вот и поселять алтай забайкаль амур и так далее это была одна из главных задач и самая пожалуй главная задача местное население которое здесь проживало там за байкаль я говорю это крестьяне государственные казаки которые особо не утруждали сельское хозяйство у них в основном жертвоводство было надо было конечно кормить местные крестьяне не справлялись с этим делом и лучше оставляться в это сделать конечно никто не смог через некоторое время иркутская куберния в состав которой сходили за байкальские земли наши стала одной из богатейших россии благодаря именно труду наших предков вообще-то богатай считается неофициальной столицей староблячества не только россии но сибири всего дальнего востока потому что здесь проводится не не только скажем все российские мероприятия связаны со староблячества но и все три встречи старобляцев мира проходили в том числе и у нас три богатая семейские люди действительно живут как большая дружная семья сохраняя древние традиции умеют веселиться сами и показывать свое веселье гостям вовлекая их круговорот песен плясок и народных обрядов вот и двоим нашим пришлось на время стать мужем и женой и надо сказать они очень гармонично выглядели каждый в своей роли хоть и вели друг друга впервые пляс пошел жених от радости пошел ну чё катя нравится тебе наш жених-то люб мне жених а жениху-то нравится наш невеста безумно вообще-то его никто и не спрашивал батька ему сказал женишься на катерине из соседнего села все должен быть покорен у воли сейчас мы ему будем величальные песни а он должен скромно сидеть руки на коленочке головушку опустив всем своим видом показывать что он согласен с батькиной волей женится и видя такую покорность сыною его отец после свадьбы молодым поставить дом молодоженами стали алексей из ульяновска и екатерина из санкт-петербурга с ними да и с остальными участниками нашей группы мы потом крепко подружились и все дальнейшие путешествия по бурятии а затем и монголии тоже проведем как семейские то есть как одна дружная и веселая семья наш первый день бурятии подходил концу и на ночевку мы поехали в расположенное на берегу байкала село максимиха путь не близкий более 200 километров по горам то есть не менее трех часов езды на месте были уже затемно заселились в уютные домики построенные по модной нынче технологии а фрейм и поужинали вкуснейшим приготовленным на костре байкальским омулем но дальнейшие сил больше не было все спать едва рассвело мы загрузились два полноприводных уазика в народе известные как буханка или таблетка это чудо техники выпускается без каких-либо серьезных изменений страшно подумать 65 лет но в суровых сибирских условиях применение его до сих пор оправдано к тому же в нашем случае это были вполне свежие машины с мягкой подвеской хорошей шума и теплоизоляции нормальными креслами и к тому же оборудованы автономной печкой в общем было тепло и комфортно вот он знаменитый лед байкала просто потрясающе чистейший прозрачный лед толщина его наверно где-то около одного метра мы сейчас находимся в баргузинском заливе здесь проходят знаменитая байкальская миля вот этот гонки по льду а на противоположной стороне у нас полуостров который называется святой нос давно мечтал побывать на зимнем байкале как собственно и на байкале вообще да да стыдно признаться но я здесь еще никогда не был приходилось бывать значительно дальше на камчатке чукотке а байкал всегда казался каким-то простым может даже чуть попсовом и как-то всегда отодвигался на следующий раз и этот раз наконец-то настал ну что могу сказать теперь надо посмотреть его во все времена года я уверен не разочарует много всего видел и слышал про байкальский лед но это непередаваемо в нем есть какая-то магия только самому потрогать приникнуть почувствовать присмотреться и даже прислушаться иногда он звучит и никакая техника не передаст это в полной мере вот так со льда байкала ловят знаменитого байкальского омуля вот так что пару рыбинок вытащили глубина здесь 140 метров и вот омоля ловят практически со дна какой красавец если зимой сохранить рыбу проблем особых нет она замерзала и оставалась свежим весь холодный период то летом сохранить рыбу было задача не из легких поскольку соли про не было в принципе на то хотя скачу не вялить до соли не было в принципе и мухи облепляли рыбу мгновенно так вот использовали принцип вакуумного хранения изготавливали прочные ведро плотные чтобы не пропускала воздух брали рыбку выкладывали равномерным слоем на дно ведра затем брали плоские камни находили на берегу байкала и укладывали поверх рыбы то есть тем самым вытесняя весь воздух потом выкладывали следующий слой рыбы еще 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 и получалось такой слоеный пирог который под своим весом выдавлю выдавливал из рыбы так скажем лишнюю влагу и выдавливая в воздух потом этот это ведро к ставили под тенистый куст либо в глубокую пещеру либо в холодный ручей и таким образом рыба несколько дней могла храниться и сама ферментировалась вот многие из вас пробовали такие изысканные закуски хамон некоторые виды сыров и кумпяк и так далее то есть процессы сама ферментации они придают определенный вкус баргузинский залив крупнейший на байкале а от основной акватории гордо именуемый морем его отделяет самый большой полуостров святой нос по-бурятски его название звучит как хилмен ху шум что можно перевести как морда осетра издали действительно похоже через всю долину полуострова проходят кряжестый хребет достаточно приличной высоты высшая точка гора маркова имеет отметку 1878 метров над уровнем моря повыше южного урала будет святой нос разделяет баргузинский залив с одним из самых живописных на байкале чевыркульским заливом они находятся на территории забайкальского национального парка и для въезда необходимо получить разрешение и приобрести билет с условиями посещения можно ознакомиться на сайте парка здесь мы повернем направо и уже направимся в том чевыркульского залива где проложена официальная ледовая переправа до бухты змеиные и острова голый где находятся ледяные пещеры ледяные гроты в пути мы будем делать много остановок в различных видовых площадках заедем на обед в гости к рыбацкой семье на байкале вообще очень много особо охраняемых природных территорий и его можно смело назвать их родиной именно здесь еще в 1916 году для сохранения и восстановления численности соболя был образован баргузинский заповедник давшие начало всему заповедному делу россии позднее уже в советское время началось структурное изучение за байкале многочисленные топографические и геологические экспедиции делали описание составляли подробные карты региона проводили масштабную исследовательскую работу отголоски той великой эпохи на берегах байкала мы можем встретить и по сей день вот так выглядела система глобального позиционирования советской эпохи этот пункт триангуляционной третьего порядка то есть вся земная поверхность была разделена на такие большие треугольники которые каждый в свою очередь тоже был разделен на треугольники другого порядка и более мелкого и таким образом забравшись на вышку можно было визуально взять ориентир на другую вышку и на третью вышку соответственно в методом триангуляции учитывая углы направлений на эти вышки можно было четко спозиционировать эту точку местонахождение покинув баргузинский залив направляемся в сторону чевыркуйского заезжаем на небольшую заимку у подножия гор где она встречает стая огромных но дружелюбных псов доселе неизвестной мне породы по словам хозяина эти очаровательные собаки называются хото шоу или как он сам же выразился бмв но за этой всем известной аббревиатуры скрывается не продукция немецкого автопрома а бурят монгольский волкодав которого также иногда именуют собакой гуннов плотно пообеду в доме хозяина отправляемся исследовать прелести чевыркуйского залива но об этом вы узнаете из нашего следующего выпуска приезжайте в хлебосольную гостеприимную бурятию больше путешествуйте ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом до новых встреч друзья в субтитрах